Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Ты любишь читать Слово Божье? Знаешь, в Писании написано, все Писание Бога духновенно и полезно. Скажи, оно полезно мне? Вот когда ты что-то полезно вот видишь перед собой, ну что ты видишь полезного, вот как ты воспринимаешь? Когда ты видишь что-то, это для тебя полезно, это для тебя хорошо. Конечно, ты этому радуешься, говоришь, о, это здорово, да, это здорово. У нас должно быть такое отношение к Богу, к Слову Божьему, что это хорошо, это здорово, это полезно. Так и сказано, что все Писание Бога духновенно и полезно. Твои витамины, твоя сила, твоя просто страсть, твоя вера, она хочет, чтобы ты наполнялся Словом Божьим. Скажи, хороший аминь. Итак, сегодня будем читать, вникать, рассуждать, это очень полезно. Будем читать книгу Деяния, первая глава. «И собрав их, Иисус, да, Он повелел им». Знаете, мне нравится, что Иисус, Он был так же и строгим. Вам нравится, что Иисус тоже был строгим? Он, написано, повелел, Он им приказал. Знаете, Бог, Он такой, Он хочет, чтобы мы были послушными, да? Иногда мы не хотим быть послушными. Но Бог говорит, что послушание – это самое что? Лучшее, это самая лучшая жертва для Бога – это послушание. И Он им повелел, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Итак, Он напоминает им, Он напоминает то, что Он им говорил раньше. Он говорит, что вы должны дождаться, дождаться того, что Я вам обещал, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Скажи со мной, крещены Духом Святым? Крещены Духом Святым. Он проводит аналогию крещения водой и крещения Духом. И в том и другом случае это означает полное погружение. Погружение в воду. И погружение куда? В Дух. У нас переведено, что крещены Духом Святым. Вообще в оригинале написано «крещены в Дух». Знаете, вот как в воде мы крестимся, мы в воду погружаемся. И то же самое, как крещение в Дух. Это аналогия. Иисус проводит об этой аналогии. Крещение водой и крещение чем? Духом. То есть мы должны погрузиться в Дух Святой. И Бог сказал, я обещал это. И вы слышали от меня это. И это должно произойти в жизни. Я верю каждого из нас. Аминь. И почему Он говорит? Он объясняет, что дает крещение Духом Святым. Он говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Знаешь, очень часто люди жалуются и говорят, вот у меня нет силы, я устал, у меня то, у меня это. Вспомни, что говорил Иисус. Как ты получаешь силу? Ты получаешь сверхъестественную силу, сверхъестественную радость, сверхъестественное ободрение. Все, что приходит от Бога, это сверхъестественное. И Он знал, что с человеческой силой невозможно исполнить волю Божью. С человеческой силой и не нужно исполнять волю Божью. И потом в Писании написано, что мы служители не буквы, но Духа. Понимаешь, Бог определил таким образом, что мы должны наполниться Духом Святым, наполниться Его силой и двигаться этой силой. Аллилуйя! Двигаться силой Божьей, потому что если мы понимаем, как двигаться силой Божьей, мы будем всегда партнерами с Духом Святым. Мы всегда будем взаимодействовать с Духом Святым. Мы не просто играем, мы не просто поем, мы не просто говорим, мы не просто молимся. Он сказал, что мы должны это делать в силе Святого Духа. В силе Святого Духа. Скажи со мной вместе. Я вас сегодня буду учить разговаривать. В силе Святого Духа. Аллилуйя! Насколько это важно, как ты думаешь? Насколько это нужно всем верующим? Я думаю, что это жизненно важно и необходимо. Потому что в другом случае, зачем тогда Иисус говорит, я уговорил Отца и послал Духа Святого? Зачем я послал того, кто должен исполнять, двигаться и помогать каждому верующему? Он говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самаре и даже до края земли. Мы еще к этому чуть-чуть позже вернемся. Знаете, Иисус говорит, что для чего? В первую очередь Он хочет, чтобы мы обладали силой Божьей. Не просто, чтобы у нас мурашки бегали табунами. Что мы говорим, вот такое присутствие, вот такая сила, вот я чувствую. Нет, Он говорит, что сила, она дана для конкретного задания и для конкретной цели. И Он говорит, какая это цель? Это цель проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие в своем городе, в своем районе, в своем краю, в своей стране. И дальше Он не останавливает, Он не ограничивает. Он говорит, с какой стороны ты живешь, где у тебя край земли? Посмотри, вот у тебя еще сколько возможностей проповедовать Евангелие. Аллелуя. И это жатва. Помните, Иисус говорил, что жатва. Жатвы много. Наступило время жатвы. Жатвы много. И Богу нужны делатели или жнецы. И Он дает вот эту силу собирать жатву. Скажи, собирать жатву. Аллелуя. Скажите это с радостью, собирать жатву. Никак это, знаете, какая-то обязанность тяжелая, тому я не хочу собирать жатву. Это сила для того, чтобы собирать жатву. Аминь, говорит, вы примите силу, и вы будете моими жнецами. Мы дальше поговорим о Пятидесятнице. И есть такая замечательная связь, почему Пятидесятница и почему жатва. Почему праздник урожая там есть. Почему есть праздник первых плодов. Аллелуя. Потому что это не просто там пшеница была. Это не просто еще какие-то вещи, какие-то культуры, которые собирались. Бог прежде всего всегда думает о душах, о людях, о неспасенных людях. И поэтому он говорит, что это время, время спасения. Это время свободы. Аллелуя. И это то, что Иисус сказал, смотрите, и сказав это, он поднялся в глазах их. Представляете, я вам сейчас сказал и поднялся. И облако взяло его из вида их. И я думаю, что, как всегда, самые важные слова говорятся в самом конце. Кто-то сказал, в самом начале и в самом конце всегда самое важное. Аллелуя. Поэтому Иисус не мог сказать ничего самого более важного перед своим вознесением. Да, он являлся в течение 40 дней после воскресения. Вы помните, он являлся учеником, он говорил о Царстве Божьем. Но это были последние слова, которые зафиксированы в Писании. Все. Вот эти слова он сказал, и он поднялся. Здорово ведь. Аллелуя. Кто его поднял? Дух Святой его поднял. Аллелуя. И тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемый Илеон, который находится близ Иерусалима, в расстоянии с субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Яков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фава, Варфоломей и так далее, и так далее. И что написано? Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, Марию, Матерь Иисуса и с братьями Его. Представляете, какая картина, да? Люди собрались. Ученики, его мать, его братья. Чем они занимаются? Они не смотрят в телефоны, да? У них не было тогда. Они не смотрят еще куда-то по сторонам. Они не сказали, да, как в той притче, у меня там быки, у меня земля, у меня жена, у меня то, у меня это. Нет. Они написаны все единодушно. Единодушно они пребывали в молитве. То есть они взирали на Господа и на то, что Он сказал, ожидая сошествия Святого Духа. Слава Богу! И во второй главе мы читаем, продолжение написано, и при наступлении дня Пятидесятницы. Ну, как говорят теологи, это где-то 10 дней они пробыли там, потому что Иисус вознесся на сороковой день, да? А день Пятидесятницы наступил через 10 дней. И в этот момент написано, что опять? Что опять подчеркивается, друзья? Были, все они были единодушно вместе. Ты понимаешь, что Бог ожидает от нас от церкви? Это нашего единства. Это нашего единства веры. Это нашего единства друг с другом в понимании того, что нам сказал Господь. Халлелуя! В жажде, в ожидании Святого Духа, в действии Бога, да? Еще раз написано, подчеркиваю, что они были все единодушно вместе. Не сказано, что они сидели каждый по своим домам, по своим каким-то местам, и они ждали, что ну вот можно и так подождать. Знаете, Богу было важно, чтобы они были вместе. И когда мы собираемся как церковь, да? Потому что церковь, это впервые в Библии названо это тело Христа. Были разные названия в Ветхом Завете, да, евреев, там, это было и царство, это было виноградник, это были овцы стада. Но здесь происходит совершенно что-то уникальное, новое, да? Они были вместе как тело. Тело самого Иисуса Христа, Его духовное тело здесь на земле. Оно должно быть в единстве. Слава Богу! И мы должны это видеть, чтобы Бог, чтобы мы были вместе. Они вместе молились, они вместе пребывали в молитве, да? Они вместе жаждали, они вместе верили. И результат, написано, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Внезапно Бог исполняет, исполняет свое слово. Но мы иногда точно не знаем, когда Бог исполнит, поэтому Он сказал, ждите, это исполнится. Знаете, Бог верен, и мы должны также верить, чтобы Бог исполнить все, что Он обещал. И вдруг этот шум, этот громкий, громкий шум. Знаете, в каком-то месте было пробуждение, по-моему, где-то на Аляске, что ли, я точно сейчас не помню. И тоже люди там молились, и пришел такой сильный ветер. Вот даже записали на пленку этот ветер. Этот шум ветра, они проверяли, откуда шум, где взялся. Самолеты там не летали, ничего не шумело. Это Бог пришел. Знаете, почему был шум? Почему был шум в день Пятидесятницы, друзья? Пятидесятники должны быть шумными. Это отличие Пятидесятников. Поэтому многие люди не понимают, что у вас так шумно, а что у вас шумно то, а что у вас шумно это, почему? Ну, почитайте Библию, друзья. Вот откуда все пошло. Это шум. Это шум с небес. Аллелуйя. Бог говорит, проснитесь, пробудитесь. Вы не на кладбище. Вы в церкви. Они ждали. И Дух Святой пришел, и первое написано, это был шум. Аллелуйя. Шум. Знаешь, мне нравится, когда шумно. Мы должны быть шумными, друзья. И я потом расскажу об истории Пятидесятничества и вообще, где это происходило. Там всегда было шумно. Там было необычно. Там происходили даже странные вещи, потому что иногда нормально люди в кавычках говорят, это ненормально. Но это нормально для Бога, потому что это Бог организовал этот шум. Он послал этот шум. Слава Богу. И написано, этот ветер наполнил весь дом, где они находились. И еще явились им разделяющие языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Слава Богу. Они заговорили. Так заговорили так, что никогда так не говорили. И заговорили все. Потому что некоторые говорят, о, это только для некоторых. Говорение на языках – это не для всех. Мы вот не будем говорить. Знаете, здесь и мама Иисуса говорила, и братья говорили, и ученики говорили. Вообще написано, они все заговорили. Слава Богу. Поэтому мы должны все смотреть и видеть, как это было. Это начало. Это та модель, которую Бог говорит, вот оно, как я задумал, как я это все аранжировал, оркестровал, срежиссировал, все это подготовил. Говорит, посмотрите, как это должно быть в церкви, потому что это был день рождения церкви. Скажи слава Богу. Аллилуйя. День Пятидесятницы – это день рождения церкви. До этого не было церкви. Да, я сказал, в Ветхом Завете, как Бог называл Израиль, но в Новом Завете появилось совершенно новое творение, уникальное творение. Слава Богу. Бог поселился в самом человеке. Никогда такого еще не было. Да, Бог приходил, и было помазание, и Дух Святой там пребывал, на пророках, на священниках, на царях, но никогда Дух Святой не жил внутри этих людей. И это произошло по-новому, по-другому, которого еще события никогда не было. Я считаю, что почему это праздник? Потому что это величайшее событие в истории человечества. Есть несколько величайших событий, да, там сотворение было, потом Иисус родился, да, потом Иисус умер и воскрес, это тоже величайшее событие. И это другое величайшее событие, когда родилась церковь, когда Дух Святой пришел, и пришел шумом, так не втихаря, а пришел шумом, с огнем, это было видно, это было слышно. Наш дьявол всегда хочет нас спрятать и сделать такими тихими, незаметными, чтобы нас никто не знал, никто не слышал, чтобы мы не молились громко, не молились на языках, не делали то, не делали этого. А Бог говорит, а я хочу, чтобы было громко, а я хочу, чтобы было видно, а я хочу, чтобы все заметили, потому что, когда это произошло, люди, которые пришли тогда на поклонение, да, это был праздник Пятидесятницы, это был праздник Шавот, это был праздник, когда евреи праздновали, что Бог дал Моисею закон, Бог дал Моисею Тору, и они приходили, приезжали с разных стран и народов, чтобы поклониться Богу, чтобы отпраздновать этот праздник. И смотрите, как Бог, Он все так соркестрировал, срежиссировал. Потому что на 50-й день, когда евреи вышли из Египта, Бог дает Моисею закон, Бог дает Моисею Тору, дает Слово Божье. И Бог тогда, Он сказал, что «Я сделаю вас народом царственного священства». Знаете, об этом же говорит Петр в своем послании. Какая идет здесь перекличка этих событий? Потому что когда народ Божий получил Слово, получил этот закон, через много-много лет произошло событие, о котором Господь говорит, оно произошло в тот же день, в день Пятидесятницы. А вы знаете, что это произошло на 50-й день после Пасхи. А Пасха, вы знаете, это был исход из Египта, исход из рабства, исход из греха. И когда был Агнец, пасхальный Агнец, прообраз Иисуса Христа, это говорило о том, что Бог имел в виду пророчески, когда это произойдет для всего мира и для всех народов. Вообще же, в Божьем плане было, чтобы еврейский народ был миссионерским народом. Это не было удел просто, знаете, у нас есть свой Бог, и как мы живем со своим Богом, у нас все свое, все кошерное, как вот это все. Нет, Бог имел в виду, что это должно быть для всех народов, во всех странах, по всему миру. И поэтому не случайно, что в этот день люди пришли на поклонение, именно в день Пятидесятницы. Они знали, что это шивот, что это праздник Торы. И когда они пришли, они очень сильно удивились, что они услышали. Давайте мы почитаем, что они увидели, что произошло в этот момент. И когда написано, в Иерусадеиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом, когда сделался этот шум, скажи шум, собрался народ и пришел в смятение. Знаете, вот Бог делает шум, Он делает шум, чтобы привлечь внимание людей. Слава Богу! Люди испугаются шума, люди убегут от шума. Да наоборот, они пришли посмотреть, что-то за шум такое происходит, что там вообще такое творится. Смятение пришло, ибо каждый слышал их, говорящие его наречия. И все удивлялись и говорили, говоря между собой, эти говорящие, не все ли гагалилеяне, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне, медяне, еламиты и так далее, и так далее. Это что такое? Это то, что Бог, что Евангелие должно проповедано быть во всех народах. Слава Богу! И что каждый из их будет исповедовать Иисуса Господом. Эти люди пришли, но это была та картина, которую Бог уже видел. Вот, вот она жатва, да, вот они жнецы, вот оно слово, которое им проповедовалось, вот тебе праздник жатвы и первых плодов, потому что в первый же день покаялось три тысячи человек. Аллилуйя! Три тысячи! Вот почему связано с жатвой, почему связано с плодами. Это все имеет глубокую связь с Божьим планом, его пророческим планом, его пророческой перспективой, которая произошла там. И что они говорят? Говорят, мы слышим нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и неудумевая, говорили, что это значит, а иные насмехались, говорили, а не напились сладкого вина. Вот оно какое пятидесятничество, вы понимаете? То есть вот они себя вели так, что они подумали, что они пьяные. Ну, слава Богу, я не веду себя как пьяный, да? А вдруг я буду себя так вести? А вдруг Дух Святой так начнет действовать? Да? И что тогда? Слава Богу! Почему? Потому что это, как сказал дальше Петр, я прочитаю слова Петра. Аллилуйя! Итак, Петр же, став с одинностью, возвысил голос, возгласил мужей иудейских, все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно, внимайте, словам моим, они не пьяны, как вы думаете. Ну, они, видать, очень сильно как-то себя вели так. Может, их там качало, может, они там падали, может, они пели, плясали. Ну, то есть, по виду было, что люди что-то приняли. Что-то с ними происходит такое, ну, как бы, ну, такое необычное. И Петр понимает, надо внести ясность. Надо объяснить людям. И по-нашему-то написано 3 часа, но вообще по ихнему времени это было 9 часов утра. Поэтому он говорит, ребята, в 9 утра при всем желании они так не могли. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Понимаете? Вдруг он вспоминает местописание. Вдруг он вспоминает, что, ага, где-то ты же это видел. Где-то я об этом слышал. Где же это было? А, оказывается, Иоилем говорил, что вот такие вещи будут происходить. Говорит, будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть. Аллилуйя. То есть, Бог будет наливать, изливать, наполнять. Говорит, это будет, это будет. И вот эта пророческая картина Иоиля, вдруг она пристала перед глазами Петра. И Петр интерпретирует, что происходит, что там случилось. Говорит, вот, еще пророк Иоилем об этом говорил, даже чтобы вы ничего не думаете плохого. Слава Богу! И он говорит, будут пророчествовать, будут там видеть видения, будут вразумляемы сновидениями, и на рабов, и на рабы моих и залью в те дни от Духа моего и покажу чудеса, да? В общем, это было удивительное. Это было удивительное событие. Больше подобного мы нигде в Библии ничего не находим. Да, это было совершенно новое начало, такое нестандартное начало, необычное начало, да? Какое-то не строго формально религиозное, а какое-то веселое. Праздник, друзья! Такой праздник Бог устроил, такое радостное событие, там они все такие радостные, то есть не было вот этих вытянутых лиц таких, когда подбородок падает до живота. Наоборот, они были в улыбках, они были в радости. И, как сказал один проповедник, это была инаугурация. Знаете слово инаугурация? Инаугурация, это слово, означает вообще простое слово от латинского слова «посвящение». Посвящение, то есть Бог посвятил церковь, Бог начал церковь, Бог родил церковь. Аллилуйя! Это была такая веселая инаугурация, да? Сейчас это слово используют при вступлении президентов, да, во власть, а раньше это слово используют при вступлении монархов во власть. И вот этот момент, когда Бог говорит, да, «я власть передаю кому?» Церкви. Божественная власть, божественное правление. Бог говорит, я передаю церкви. Теперь я знаю, через кого я буду действовать на земле. Слава Богу! Если раньше он мог только действовать через пророков, через только некоторых особенных людей, да, священников, или некоторых царей помазанных, то сейчас он говорит, я смогу действовать гораздо больше, гораздо шире, гораздо активней, и я буду действовать во всех народах. Аллилуйя! То есть это не только удел одной страны, одного места, одного города. Нет, говорит, везде, до края земли. До края земли. И поэтому это была такая удивительная, да, удивительная цель, которую Бог говорит, я эту цель даю церкви. И вообще это мое тело. Слава Богу! Мы иногда этого не совсем понимаем, что такое я, что тело, да? Да, так сказал Иисусу, это мое тело, это моя церковь, это мой храм, где живет Святой Дух. Смотрите, в Колоссяном написано, что и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Обрезания, ни Варвара, ни Скифа, Свободного, но все, и во всем, Христос. Халлелюя! То есть это не удел, только евреев он сказал, да? Это не удел только вот одного народа. Нет. Бог говорит, это вообще новый народ. С церковью появился, родился новый народ, который называется Церковь Бога Живого, Церковь Иисуса Христа. Аминь? Халлелюя! И поэтому вот это событие, это событие мы сегодня тоже празднуем. И мы должны вспоминать, да, что было, зачем это было. Бог, знаете, Он знает, что люди много чего запоминают, и поэтому в Ветхом Завете там было много праздников, и Бог говорит, вот этот праздник для этого, вот этот праздник для этого, этот праздник для этого. И само слово «праздник», оно всегда означало хорошее праздничное настроение, правда? Поэтому Бог говорит, то, что я делаю, должно вызывать у вас радость. Ведь когда вы приходите на праздник, вы радуетесь. Вы не на похороны приходите, вы приходите на праздник. И вот эти такие радостные события, Бог хотел, чтобы все, что связано с Богом, оно было связано с радостью, с хорошим настроением, аллилуйя, да? С подарками, со всем хорошим. И поэтому вы должны помнить и исполнять эти праздники. Слава Богу! И поэтому сегодня вы должны радоваться перед лицом Господа. Аллилуйя! Только попробуйте не радоваться, говорит Господь. И вот в этот день, когда это было давно, и когда им была дана Тора, и когда Господь сказал, что «А вы будете у меня царством священником и народом святым». Смотрите, что хотел Бог всегда. Бог всегда хотел, чтобы его познание о Боге, оно не было только сконцентрировано в одном народе, в одном месте. Он хотел, чтобы познание о Боге, оно было проповедано везде. И поэтому он напоминает, что «Вы будете моими свидетелями везде, и в Русалиме, и в Самаре, и до края земли!» Аллилуйя! Что когда мы иногда думаем, ну вот, вот моя деревня, вот мой дом родной, и все как бы. Нет, Бог говорит, подними голову, подними подбородок, подальше, посмотри туда. Да, где-то всегда мы где-то начинаем, мы что-то начинаем, но потом Бог говорит, а ты можешь пойти туда, ты можешь пойти сюда, а я пошлю тебя туда или сюда. Да, понимаете? То есть у Бога не связано все только с одним местом. Да, где-то есть место рождения, твой роддом, так сказать, где ты родился духовно, где ты вырос. Но наступает момент, когда Бог говорит, о, я даю тебе задание, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону, да, как в одной песне поется. Но Бог тоже дает нам разные задания. И вы знаете, что, когда они там все хорошо собирались, все было хорошо, неожиданно вроде бы пришли гонения, да? Потому что иногда, когда мы заходим в зону комфорта, Бог говорит, надо что-то делать, надо проповедовать Евангелие, ребята, что с вами делать? И все, и написано, они рассеялись и ходили и проповедовали. Не забывайте план Бога, для чего была рождена церковь, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы люди спасались, чтобы они узнавали о живом Боге. Скажи им это, слава Богу! И вот, смотрите, возвращаясь в Ветхий Завет, он говорит, это Левитам 23, «Объяви сынам Израилем и скажи им о праздниках Господних, в которых должно созывать священное собрание. Вот праздники мои». И знаешь, воскресенье – это тоже праздник Господний, я тебе скажу. Аллилуйя! Почему Павел там напоминает, вы не оставляйте своего собрания, да? Вы не оставляйте своего праздника. Потому что Господь всегда, когда проводил праздники, вы должны собираться вместе. Вот праздники мои, и так далее. Он там перечисляет. Я сейчас не буду сильно погружаться в это дело. Просто вы должны понять, что то, что было и то, что произошло, оно имеет связь. Ветхий Завет имеет связь с Новым Заветом. Аллилуйя! И поэтому там написано, там первый сноб, первый сноб священнику принесите то, принесите... И там много иносказательного. Там много таких прообразов. И сейчас мы уже можем говорить, что первый сноб – это был Иисус Христос, да? Он первенец из мертвых, который воскрес. Вот это и есть первый сноб, первый плод. И в день Пятидесятницы, когда 3000 человек, да, родились выше, приняли Иисуса Христа, это уже было как бы начало жатвы. Знаете, вот жатва началась. Все, вот это был такой старт, жатва началась, и она должна пойти по всему миру. И вы знаете, слава Богу, и до нас тоже дошло, да? Вот кто бы мог подумать, тогда в Иерусалиме, 2000 лет назад, люди не знали, что такая земля есть, что такой город есть, и что там какие-то люди будут жить. Но Божий план был запущен, слава Богу. Это пошло в действие. И это Дух Святой, друзья. Это Дух Святой, который действует, действовал и будет действовать. Через кого? Через верующих. Скажи на это, аллилуйя. Слава Богу. Потому что Бог есть Дух, да, написано, поклоняющийся, поклоняется Ему в Духе. Поэтому, когда ты читаешь Библию, Писание, без Духа Святого, это будет просто книга. Ты там ничего не увидишь. И понимаете, если мы не будем Вадимы Духом Божьим, значит, другой Дух будет вести нас. Дух этого мира – Слава Богу. Продолжение следует...